Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день я публикую свежее видео по танкам. Если вы хотите ничего не пропускать, быть в курсе всех новостей и анонсов, видеть вовремя бонус-коды, когда они появляются, обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас и прожимайте на колокольчик, выбирая все уведомления с канала. Также буду благодарен, если поставите лайк данному видосу. Все эти действия вам не стоят ровным счетом ни одной копейки. А для меня, во-первых, крайне приятно, а во-вторых, помогает развиваться на платформе YouTube. И все мы знаем по поводу того, что есть такой у нас еще ведущий розыгрыш, огромный сюрприз. И главная награда это контейнеры, огромный сюрприз в количестве 5 штук. Также разработчики положили сюда 2 контейнера отдельно по 1 разу выпадая и по 2 контейнера 2 раза. Того суммарно 11 контейнеров. Чем мне нравятся данные контейнеры? Данные контейнеры позволяют вам, в случае, если у вас малое количество танков в ангаре в коллекции, получить себе либо машину, допустим, из ТРВК, либо, если у вас этой машины нет, то вы получаете, и она вам не выпадет, то вы получаете 5000 золота. Ну а если данная тачка у вас есть, то опять-таки получаете компенсацию голдой в количестве 5000 золотых монет. Я лично считаю, что это не сильно справедливо по отношению к танкам, по отношению их уровня, потому что все-таки более правильным и честным было бы давать ту компенсацию, которая равна сумме продажи машины. Ну то есть, если вы, допустим, того же М60 можете продать за 7500 золота, то компенсация за него такой и должна быть. А вот если вам танк не выпал, ну окей, хорошо, тогда уже 5000 голды для того, чтобы хоть что-то срезать с открытия данного контейнера. Если вы со мной согласны, пишите обязательно об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать, сколько людей со мной солидарны. Ну и в данном видео, ребят, я не буду дальше прокручивать данную рулетку, потому что не вижу смысла мне после нескольких прокрутов. Ну а если быть точным, то по прокрутам я дошел до 11 прокрутика за 850 голды и на этом остановился, потому что на 10 прокруте я забрал главную награду. Всего, как вы помните, здесь очень много прокрутов, целых 51. Поэтому мне здесь безумно повезло. При этом всем стоит отметить, что получил огромное количество негативных комментариев, мол, ВГ мне подкрутили, ну и, короче говоря, я продажная шкура. Хотя такой шкурой я не являюсь, продаваться не собираюсь, и мне не более чем повезло. И я получил также много комментариев по поводу того, что кому-то главная награда тоже выпала раньше последнего прокрута. Благодаря одному из зрителей, а именно нашему великолепному зрителю Михаилу, я получил для просмотра и для публикации видео с открытием 11 этих контейнеров огромный сюрприз, который он получил из этой рулетки, ну и, соответственно, их отдельно открыл. Ну что, ребят, давайте посмотрим, посмотрим, что у него получилось и насколько круто ВГ подкручивает мне, ну или, возможно, есть еще кто-то, кому подкручивает. Открытие первого контейнера я видел, я знаю, какой контейнер выпал, но не знаю, выпал оттуда танк или голда. Ну что, поехали. Первый контейнер, и из первого контейнера выпадает контейнер на М60. Это я видел, а вот тут вопрос, будет М60 или будет все-таки золото. Но интрига и 5000 золота, 5000 голды. Ну это то, что я говорил, что лучше было бы 7,5, так было бы более честно, ну как далее, так далее. Еще один контейнер уже на Объекте 268, тоже десятка, и здесь еще 5000 золота. Того остается 9 контейнеров, и из двух контов танки не выпали. Третий контейнер на АМХ-1357. Уверен, будет машина, потому что танк недорогой однозначно. Вот вам, пожалуйста, АМХ-1357 выпадает. Первый танк за три контейнера и тот седьмого уровня. Дальше у нас Шкода 27-я. Ну тут бабка на двое гадала, все-таки восьмерка, и... Получает, получает Миша Шкоду Т-27-ю. В целом, я бы сказал, что неплохо. Два танка из четырех контейнеров, очень даже приятно. Колебан будет... Высыпает ему еще и Колебана. Вот это вообще круто. Я бы от Колебана лично не отказался. Пишите, ребят, ваше мнение по Колебану, и хотели бы вы его получить. 452-й К. Выпадет объект? Нет, всего лишь 1750 золота за объекта 452-го. Ну нет справедливости в этих контейнерах в отношении компенсации. М4Ё. Полторуха всего лишь. Хотя восьмеркой, блин. Ну восьмерка. 3750 должно было быть. Акула. Т-54Е2. Ну, давай ему еще акулу закинь. Нет, тоже всего лишь 1500 голды. Остается три контейнера. И вот здесь действительно интрига. Будут еще танки или нет? Тайп 54-й. Нету тайпа 64-го. Нету, блин. 750 с золотом компенсации. Два контейнера осталось. Эмиль 1951 никогда не выпадает. Я не видел, чтобы Эмиль выпадал из этих контейнеров. Полторуха. Полторуха с золотом. Ну и последний контейнер. Что здесь? Вау! Вишенка на тортике! Павлик танк! Ну это уже совсем издевательство. Это совсем издевательство. И да, последний танк это Павлик! Ну это я изначально говорил, когда говорили с вами о том, что можно получить в принципе из этих контейнеров. И я говорил, что стоимость данной рулетки ну крайне высока. 75 с половиной тысяч голды. И вот когда вы открываете вот такой контейнер и получаете... Где он тут? По-моему вот он. Получаете себе Павлик танк, либо компенсацию за него 750 голды, я больше чем уверен, что вы расстроитесь. Именно поэтому, друзья, я всегда и говорю. Не крутите рулетки, особенно если вы это делаете не исключительно ради того, чтобы получить какие-то адреналиновые эмоции. Лучше заходите в магазин и покупайте танки, которые вы там видите. В таком случае вы 100% получаете то, что хотите и не сливаете порой голду в унитаз. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, везение, ну а самое главное, мира и спокойствия. Всем пока-пока!